Мама за бабушкой ехала, я с ребятишками посидел, а она потом напилась и меня сюда привезли. От меня отказалась родная мама. А почему? Не знаю, сама не поняла. Пока папа новую маму не найдет, это... Ты видишь здесь, в центре, да? Да. Исковерканные судьбы Именно так характеризуют педагоги Курганского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних своих воспитанников Все дети оказались в трудной жизненной ситуации Некоторые из них за свою короткую жизнь увидели только пьянство родителей Другие до центра жили во вполне благополучных семьях Однако теперь родным домом для них стало специализированное учреждение Здесь ребята обеспечены всем необходимым благодаря финансированию областного бюджета Поддержке благотворительного фонда «Мама» и меценатов Воспитатели, врачи и психологи разрабатывают для каждого ребенка индивидуальную программу реабилитации Коля Симахин находится в центре второй месяц Рассказывает, оказался здесь за воровство Однако неожиданно нашел себя в вышивании Я научился вязать Вязать? Ну вот вроде вязать, вышивать, это же больше этим девчонки занимаются Ты так почему решила этим не заниматься? Вышивать-то мне как-то понравилось Успокаивает? Ну Ребята посещают обычные курганские общеобразовательные школы Зачастую одноклассники даже не догадываются, что их товарищ остался без родительской опеки Получивший известность на всю страну как мальчик из собачьей будки Бывший Маугли Даниил Ворожейкин уже месяц ходит в первый класс В социально-реабилитационном центре он увлекся флористикой Директор учреждения Алиентина Горбунова считает Программы центра помогают всем ребятам без исключения адаптироваться к самостоятельной жизни Дети здесь могут найти любое занятие по интересам То есть им предложены ежедневно какие-то кружки Кроме того, каждый из дней имеет определенную направленность Есть у нас день трудового десанта, есть у нас день социально-правовой Есть у нас день, когда ребята проходят психологический, так называемый психологический модуль По выходным работает клуб выходного дня Главные условия реабилитации несовершеннолетних, говорит Валентина Алексеевна Чтобы условия проживания в центре были приближены к домашним Учреждение не является режимным объектом Дети чувствуют себя свободными Да и в стенах приюта они не задерживаются надолго Кого-то забирают обратно родители, вставшие на путь исправления Часть ребят по решению органов опеки уходит в детские дома Кого-то забирают в приемные семьи В любом случае судьбу каждого ребенка отслеживают соцработники После возвращения, естественно, за этими детьми и за семьями Точно так же устанавливается контроль и оказывается помощь Значит, есть и случаи повторного социального сиротства Когда родители восстановлены Это снова попадает в поле зрения органов учреждения системы профилактики И идет возврат детей либо в замещающие семьи, либо в учреждения Возврат детей из родной или замещающей семьи – главная проблема системы реабилитации Как правило, опекуны отказываются от несовершеннолетних, когда у ребят начинается подростковый кризис Вернуть потом ребенку душевное равновесие очень сложно, признаются воспитатели На очередном заседании общественной палаты Курганской области было решено предложить правительству региона Внести ряд поправок в законодательство о приемных семьях В частности, обязать нерадивых опекунов полностью возвращать деньги, которые не получили за воспитание ребенка Член комиссии по правам человека Владимир Пугин считает Проблема социальной реабилитации несовершеннолетних была и будет всегда Специфика и особенность нынешней ситуации заключается в том, что проблема обострилась в то время, когда серьезных каких-то потрясений не было Ну типа войны, гражданская война, Великой Отечественной войны А в мирное время мы вдруг столкнулись с проблемой и социального сиротства, и огромного роста преступности среди несовершеннолетних И поэтому, естественно, чтобы эту проблему решить, мало усилий одного правительства, одних органов власти Снизить уровень социального сиротства и подростковой преступности можно только совместными усилиями власти и общества Уже сейчас в Заурале действует несколько целевых программ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия по правам человека в данном случае не должна искать возможность чаще всего какие-то изъяны в работе правительства А может быть обратиться к общественности, чтобы уже сама общественность, гражданская общественность, сейчас модный этот термин Но его надо все же из модного слова переводить в реальные какие-то поступки Может быть подключиться к решению этих проблем и решать эти проблемы За этим забором просветская специальная общеобразовательная школа А это ее воспитанник Слава Артемьев, ему 13 лет Два года назад по решению суда его отправили в специальные учебные воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением За несколько преступлений, кражу в кафе и воровство мобильных телефонов Тянулись руки все Так понимал, что плохо будет, все равно лес ворвал В просветской спецшколе обучаются 40 воспитанников У каждого, несмотря на незначительный возраст, за плечами букет совершенных преступлений Кражи, грабежи, хулиганство и многое другое За такие правонарушения они получили бы немалый реальный срок колонии Однако постановлением или решением суда им дали шанс на реабилитацию Поэтому приоритетным направлением деятельности школы является создание для воспитанников благоприятной развивающей среды Большую роль играет психологическая разгрузка Дети особенные, все прошли трудную жизненную ситуацию То есть дети с сломанными судьбами Поэтому я считаю, что психологическая реабилитация в нашем учебном заведении очень важна Так как у нас тут есть и тревожные дети, и агрессивные дети, и гиперактивные, в общем, весь набор Чтобы снять с подростков тревожность и агрессивность, с воспитанниками проводят групповые занятия Индивидуальные помогают развитию школьника познавательные процессы Видно, что дети и учатся лучше, хотя в свое время, когда они были в семьях, пропускали очень много занятий У них паспортные данные не соответствуют образовательному маршруту, поэтому помогаем детям еще и в этом плане Ну и эмоциональный фон, конечно Когда мы с ними занимаемся, то ребенок раскрывается, становится добрее, теплее, внимательнее Прививаем такие вот качества Подростки активно занимаются физкультурой, баскетболом, волейболом, играют в настольный теннис, футбол Некоторые воспитанники даже выполняют нормативы кандидата в мастера спорта в силовом троеборье Дети в нашей школе попадают, как правило, запущенные И вот у нас уходит на то, чтобы его привести в порядок И только после этого уже начинаем заниматься В неделю урок физической культуры и 3-4 раза тренировка, и кроме всего еще волейбол Так что времени больше, чем нужно Большая часть воспитанников спецшколы привыкли проводить свое свободное время в слесарной мастерской Их работы – школьная гордость Кстати, поделки регулярно принимают участие в выставках области и далеко за ее пределами Ученикам очень нравится Работа кропотливая, но на первый взгляд Если заинтересоваться, если уже получается, то она наоборот затягивает И без нее невозможно просто Ребятишки бегут Только звонок прозвенит на переменную, бегом сюда И они продолжают каждую свою работу И они в процессе работы открывают себя То есть они познают новый мир, свои возможности Эта резьба сильно затягивает и, кроме того, получает реальный продукт своей деятельности Тимуру Жихареву, как и Славе, раньше нравилась беспредельная жизнь Отбирал у подростков деньги, телефоны, прогуливал уроки Пока не очутился здесь Почти та же самая история произошла и с Артемом Исуповым Украл кошелек с пятью тысячами рублей Затем угнал три машины и девять мотоциклов Как и другие воспитанники, Артем признал свою ошибку И сделал определенные выводы на дальнейшую взрослую жизнь Тут хорошо, я тут себя веду хорошо и справился Но надеюсь больше не повторится такого В конкурсах участвую, хорошо учусь, ни одной четверки нет По будущим стал думать, резать начал все, что надо По дисциплине учиться начал Выйду учиться, буду там Есть там профессия, даже думаю на какую профессию идти Все обдумываю уже здесь Учиться надо Не воровать Все это Вести нормальную жизнь По словам сотрудников спецшколы Главное, чтобы слова подростков закрепились реальными делами Когда они выйдут за пределы закрытого учебного заведения А помочь снизить уровень подростковой преступности и социального сирот Вам можно только совместными усилиями властей и общества Каждый родитель должен уделить особое внимание своему ребенку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok